Уважаемые слушатели, вас, наверное, меня не представляют здесь, но так познакомимся. Я из Орла, профессор Орловского государственного университета, имени теперь присвоили Ивана Сергеевича Тургенева, наконец-то, да? Вот. И к тому же доктор исторических наук. Егор, какой-то несколько слов. Я уже сам говорил. Дайте я два слова скажу, друзья. Давай, подожди, я даже скажу последнее. И почетных гражданин Орловской области мне присвоили, одному из простых смертных, за определенные заслуги по увлековечению памяти павших на Орловской земле. Вот. 10 с лишним я поставил, причем почти все за свой счет. И написал больше всех, наверное, даже в стране, книг о Великой Отечественной войне. Но они все, в основном, все 25 фолиантов посвящены битве за Орел. Потому что это грандиозное сражение, битва за Орел, это 7 операций, это 2 года, нет, 41-43 годы. 2 года. Все операции целью установка. Взять Орел, немцы взяли, а потом у нас 6 остальных освободительных, взять Орел, освободить Орел. Все цели установки. Поэтому ровно 2 года на Орловской земле местились почти непрерывно войска. Это вот, собственно говоря, и этому я как-то посвятил. Для русского Егора Егорыча, у меня сейчас будет возможность высказаться. В общем, Егор Егорыч, это без преувеличения, человек легенда. Он не только доктор исторических, но и он мастер спорта СССР, между прочим. Человек, который в 57-м году, когда был в фестивале молодежи и студентов в Москве, он в тренировочной форме, можно сказать, пошел в Москву. Он стал участником этого первого, в общем-то, у нас проведенного фестиваля молодежи и студентов. Тогда не было паровоза. Когда мы знали хрестоматийную трактовку Курской битвы, и хоть и все профессиональные историки обращали внимание на сверхважность Орловского направления, и действий нескольких фронтов на этом направлении, но, скажем, мы музей поля сражений. Почему Егор Егорович для нас очень ценен, почему он участвует в наших конференциях и приезжает? Потому что одно из полей, которое, в общем-то, незаслуженно было забыто, по полю крупнейшего танкового сражения, мы знаем Прохоровку на южном фасе Курского выступа, но это поле открыло для нас свою монографию, которая так и называется «Соборовское поле». А это в книге «Орловская битва» Егор Егорович. И, между прочим, очень редкие случаи бывают, когда по совокупности публикаций или за крупной монографией присваивается ученая степень доктора наук. Но это, как раз, было то исследование, основанное на первоисточниках. Я уже не говорю, что Егор Егорович ногами прошел все эти поля сражений, но и блестящие, конечно, знания источников. С тульскими учреждениями, скажем, с тульским государственным педагогическим университетом была выпущена книга, являющаяся уникальной совершенно, потому что это была книга о Нормандии и Неман, об этой эскадрилле, которая одно время базировалась и у нас. Но это была книга на двух языках. Однажды я провел такой тест, я взял эту книгу, и показал ее крупнейшему специалисту тульскому в области французского языка доктору филологических наук Галины Тайна Арчинниковой. Она посмотрела французский вариант текста, сказала, что это образцовый перевод, и это, пожалуй, лучшая книга по истории в плане качества французского перевода. Ну, а я бы отметил там очень интересный фотоматериал. Поэтому, если у вас будет возможность с этой книгой ознакомиться, обязательно ознакомьтесь, Нормандия и Неман. Эта книга на двух языках вышла, в общем-то, не так давно совсем. Я вам предоставляю слово, Егор Игоревич. Нет, она уже 10 лет давно вышла, вернее, в 2010 году, и сейчас я веду, ну, собственно, уже пришли к концепту, что мы ее перездаем. Я добавляю еще там две вклейки формата, цветной формата. Но самое главное в этом начале, я вообще Курскую битву вообще не понимаю, это фальсификация. В истории очень огромное количество фальсификаций. Огромное количество. Чем бы ни копнул, любую энциклопедию начинаешь, если сравнивать с первоисточниками, сразу. То есть у нас существует политическая история, существует объективная история. Я сторонник объективной истории и объективного исследования. Я, наверное, первый и единственный ученый из России, который работал в архиве Германии, Франц Янгл. Поэтому, собственно говоря, я беру только в своих сносках, не пользуюсь никаким мемуаром, потому что мемуары – это сплошное, сплошное в извеличивании себя и как-то отхораживание от тех проблем и от тех вот полководческих даже неудач, неудач, которые их постигали. Особенно относится это к Жукову. Мы все считаем сейчас опять по этому великому полководству. Я бы такого не считаю. Почему? Потому что сразу говорю. Есть такое понятие, как «жевская мясорубка». Полтора миллиона положено там людей. Полтора миллиона. Но не продвинувшись не на километр, а он отвечал, извините, в 1942 году за это направление. И плюс у него взяли три армии, окружили, два корпуса окружили и уничтожили. В том числе, в 1933-м Ефремовской армии. Ну как можно считать? А потом-то, конечно, когда, собственно говоря, уже пошли в 1943 году и операции пошли с навалом, с таким колоссальным, поэтому можно, конечно, ордена получать, и медали, и накистили, ничего нет. Ну и Жукова, я считаю, вместо Тимошенко и Сталина, это прямыми виновниками той катастрофы демографической, которую вот я, собственно говоря, открыл. Работая в архиве, в Российском государстве, на архиве экономики, когда, вот опять фальсификация, когда четко и ясно, по этим данным мы потеряли 40,2 миллиона, а не 26,6 где-то в этом. И кто виноват? Виноваты три товарища, которые подвели нас под монастырь, по-русски говоря. Его величество, его связи, Сергей Иванович Сталин, как государственный деятель, потом Тимошенко и потом Жуков. Жуков на начало войны, генштабом Тимошенко. Он командующий Красной Армии, поэтому, извините, вот то, что в каком, имея вас может быть, я вижу, вы очень хорошие подковные люди, но обратите внимание, вам, и я читаю лекции, учебные, лекции студентов, и все говорят, и почему так не дали, что мы были слабее немцев, нам нечем было воевать и так далее. Я приведу опять по фальсификации, я приведу три примера только. Первый пример, мы имели где-то 15 тысяч на ходу танков, из которых было полторы тысячи Т-34. Немцы начинали войну с нами, имея пять тысяч, и у которых было 350 танков аналогичных, но хуже Т-34. У нас полторы, а у них 350. Т-4 с короскосвольной пушкой, самолеты. Чехловатское производство было еще. Да это Т-38, я говорю, три с половиной, Чехловатское туда входит. Я говорю о новейших видов вооружениях. Сравните, у нас полторы тысячи, у них 350. В семь раз больше. И самолеты. У нас 20 тысяч, у них максимум по всей Европе 6 тысяч. Вот что это такое. И потом, в течение первых двух операций, особенно, ну, трех, можно сказать, Минской, и особенно Киевской, мы оказались, мы оказались без оружия, мы оказались без артиллерии, мы оказались без танков. И на 1 января 1945-1942 года, мы оказались без резервной армии, вернее, без профессиональной, так, которая была 5,5 миллионов. Именно столько мы потеряли в боях, и у нас взяли в плен в котлах. 5,5 миллионов на начало. То есть, кадровой армии мы остались. В 1942 году, благодаря вот этой деятельности, опять, Жукова, и всех остальных наших полководцев, мы потеряли еще резервную армию. И особенно, с 1 по, с 1 января, это цикл операций от Новгорода, даже от Ленинграда, и кончая Харькова, наступательно, практически, ну, мы в декабре чуть отжали их. А вот, если идет цикл операций следующий, это январский, февральский, мартовский, апрельский, это практически, мы только попадали в ловушки, почему-то и Сталин, и Жуков, и все решили о том, что немцы после декабря месяца, все, у них ноль, ничего, мы их сейчас, все приказы, что в этом году, в 1942 году, мы закончили даже войну. Это переоценка, своих сил нет, дооценка сил противника. Не было нормальной радиосвязи. Кроме, да ну, что такое радиосвязь. Ну, в смысле того, я вам прямо скажу, танки никогда не решали решающие роли, это мое сугубо личное мнение, в этой Отечественной войне. У немцев сыграли колоссальную роль на первых парах. В 1942-1943 году наступает паритет, когда танки решают. Всю решающую роль сыграли в этой Великой Отечественной войне, и победа только артиллерии. Потому что и танков было мало, артиллерии это в разы больше. Ну, собственно говоря. И вот по Орловской я сразу коснулся, потом перейду уже в своей теме. Если можно, стаканчик воды дайте мне. По своей теме. Я сказал о том, что фальсификация Хрущева, Курская битва. Это искусственно за уши вытянутая, куда сейчас бросили три операции, которые были отдельно. Курская оборонительная, битва за Курской, я ее принимаю. Битва на Курской дуге. Я ее принимаю. Я сейчас написал книгу, в смысле, вот только начинаю издавать, подготовил к изданию. Там 50 таблиц. Называется «Битва на Курской дуге. Соборок и Прохорок сравнительно анализ». Поминутно. Количественный состав, потери, хронологии поминутно. Там и там. И вот там, собственно говоря, все это раскроет. Вот и я ее принимаю. Шукуя Курская битва и Орловскую битву бросит в Курск. Это сделал Никита Сергеевич Хрущев. И вообще поломал все абсолютно. История графики и всю историю. Точно так же битва сильнейшая. Но она, конечно, слабее битвы озарила. Это битва с Ахарьков. Харьков два или три раза брался и сдавался нашими войсками. Это крупнейшая операция. И ее тоже бросили в Курскую битву. Теперь Куряне празднуют освобождение украинского города финалом. Курская битва. Харькова. А на самом деле само понятие битва вот Куряковское поле. Давайте мы его назовем Бородинским. Почти такое же расстояние от Курска до Орла, от Курска до Харькова. Бородинского можете назвать? Куряковское поле. То есть так же и здесь назвали. В радиусе 90 км вокруг Курска не было боевых действий. Вы понимаете? В чем фальсикация? Курск освободили. Как Орел взяли немцы сходу, освободили Курск три дивизии, две дивизии, одна танковая бригада всего. У нас Орел освобождали в течение шести операций, но последний завершающий освободил 16 участвовало в освобождении 16 армий. 13 общевойсковых, 3 танковых, плюс еще 7 танковых корпусов и так далее. И 3 воздушных армии. И все было направлено на Орел. Поэтому я не вижу первого салюта за Курска, а вот за Орел и Белхард ездил. И Сталин понимал, что это такое значимость Орла. В Сталинграде моральный произошел перелог. У нас после взятия Орла произошел коренной перелом во всех отношениях, то есть в военном отношении, военно-стратегическом. После этого немцы никогда после Орла не наступали, после этого только отступали. И представьте себе, грандиозность сражения Орловской битвы. Концентрация была войск 60 раз больше в Орле, чем под Сталинградом и 80 раз больше, чем под Москвой на километр фронта. По танкам то же самое, по самолетам, по артиллерии. Огромное количество войск немыслимо. Было втянуто с нашей стороны официально полторы тысячи, с немецкой 800 тысяч на 400 километров. Это в разы больше, чем под Сталинградом, в разы больше, чем под Москвой, но там на тысячу километров а здесь концентрация, а здесь на 400. поэтому освобождение нашего Орла было очень связано с колоссальными трудностями. План, который был на окружении уничтожения, не состоялся, но тем не менее мы освободились с большими трудностями, но город Орел освободил. Я хочу сказать, что до Прохоровки, под Прохоровки, до Прохоровки войска-то немцы не нашли, было крупное танковое сражение, в котором участвовали с двух сторон и сейчас официально два наших танковых корпуса и два немецких корпуса. Всего участвовало с самыми большими натяжками 600 танковых с двух сторон и то наши наступали, немцы находились в обороне. У меня есть очень интересное борелось бронетанковое сражение, которое издала Москва. Вот там на 17 километров с нашей стороны наступало 5 танковых корпусов в составе 968 танков на 17 километров. И с немецкой стороны участвовали 5 дивизий, 3 танковые и 2 моторизованные 400 танков. Вот представьте, 1368 танковые на 17 километров. Немцы опять были в обороне, мы наступали. И потери там тоже были огромные. Это самая крупная Балиловская. И таких чуть меньше, чем больше на Орловском плодоразитарме стратегически было таких танковых полей, танковых побоев 4. Под Каламамы, где 2 танковых наших армии, 2 танковых прорвали фронт немецкий. Затем на Лишне Ценский, это 3, и затем еще под Шаблыкино. Вот это так, собственно говоря. Вот возьмите любую энциклопедию и заканчивай на этом. Там написано, в Орловской операции Кутузова участвовало 2400 танков. Любую энциклопедию и все. Я когда вник туда, а тут же написано, чуть ниже написано, потери наших танков 2568. Безвозвратные потери, сожжены и уничтожены. После Карачева наше на Орловском направлении огромный Брянский фронт, самый большой в истории. Попов командовал самым большим фронтом в истории Великой Отечественной войны. Ни Соколовский, ни Кованев, ни Кутузов, ни кто в Попов. Там было в этом Брянском фронте с 1943 года, августа, начало сентября, более 1 миллиона войск. Никогда в такой концентрации нигде не было. И Орловская операция, она по концентрации даже и по количеству танков превышает Берлинскую операцию. В апреле 1945 года на Зелиловских высотах. Почему? Потому что там участвовало на Берлинском 2 танковых армии, а у нас участвовало 3 танковых армии, плюс еще 13 танковых корпусов, вернее 6 механизированных корпусов. И вот там 2400 танков. Думаю, что такое? Еду в архив и смотрю архив, смотрю, мне попадается бронетанковое управление, документы. Достекала вся информация. И вдруг я нахожу документы вот такой большой, где написано «Орловская операция Кутузова в наличии танков на 1 июля». И весь список, каждый танковый полк, каждый танковый корпус, каждый танк, и того, там самоходно-артиллерий, внизу, и того, 5417 танков. И дальше потери. И потери как раз отвечает точно 2468. То есть мы потеряли 50% наступая с 1 июля по 1 августа на Орловском направлении, «Орловске», «Орловская операция», «Орловская операция» и другие города. Вот что это такое история, как ее фельдствируют, как ее доводят до нас. У нас, собственно говоря, я вообще не понимаю. И вот, собственно говоря, я хотел бы сегодня представить вам у меня написал лекцию и говорит «Книги по книге». Вот я сейчас вот так вот стою, что-то может. Понял? Ну, ну, Я не буду, я вот здесь поставлю это. Да, не буду, это такие, которые уже едут. Вот. И хотел бы представить вот лекции, к которой перехожу, я к тому. Он на той стороне, надо столкнуть. Ладно. Вот по этой книге. Не нужно, не нужно, мы потом подключим, когда нужно. Вот. «Нацизм и сопротивление народов славянского на оккупированной территории. Вот этот разговор наш пойдет». Значит, я еще раз говорю, что победа нам досталась колоссальной ценой 42,2 миллиона, из которых 18 миллионов, около 18,8 миллионов, это гражданское население, вернее, военное население, а все остальное, а все остальное это гражданское население. и вообще, когда, собственно, почему я пришел к этому результату, к этому выбору и так далее. Я начал работать по Орловской области. Мне попадается документ в архиве Орловской области, наличие Орловской области по перечею 39-го года, 3,5 миллиона и наличие на момент деления 44-й год. Орловская область в то время и вообще Орловская область, я не знаю, честно говоря, тульской демографии, не знаю, Орловская область это суперэтническая область русского населения. Только русское население составляет 97, а славянское, белорусское, Украина составляет 99,7%. То есть это Орловская, как и Тульская область, это сразу говорю, и вы должны всем, я обнимаю студентам, это древний Вятич. Вятич самый непокорный, самый такой вот народ, который героический и который состав, кстати говоря, основу московского русского государства Ивана Третьего. Понимаете, я всегда читаю лекции и говорю, у нас три отца государства, это в принципе Олег со Севитославом, но Олег в смысле того, потом осветил Владимир и затем основатель московского русского государства это Иван Третий. Все остальное, особенно Владимир и Иван Третий, все остальное это так, это так, себя не расширяли, но вот ядро составили именно эти два человека, поэтому в этом отношении особенно Владимир в смысле осветил. А вот ядро московского русского государства начало образовываться, еще мне всегда в истории, я не знаю, меня просто какой-то опять что-то или люди не понимают, как можно будет племена, я говорю, что у нас в 9-10 веке была империя Древней Руси, империя, я по-другому не могу, у нас представлять ее каким-то племенам, ну как можно дважды там щит прибить, это римская, в смысле отголосок римская, Константинопольская или Византийская империя, мы просто ее заключили договор, и они нам платят дать, ну может ли слабое государство разровознено, там 5-10, да, мы жили разные лет, но когда касалось поход, мы объединялись и шли, собственно говоря, и как это можно представить, поэтому я всегда представляю, это империя Древней Руси, в которой главную роль сделали Юрюльковичи, а потом уже собственно собрал их Олег и все остальное, а потом уже переформатировались в Антрете, и вот, собственно говоря, я хочу сказать, что славянский народ, хотел бы сказать, что история такова, что мы собственно говоря, практически не вели агрессивных войск в войну, практически не вели, вот может быть вначале по объединению еще вот расширяли там, но мы собирали земли, это 9 век, ну это в войну и вот в таком плане, а дальше у нас были только собственно говоря войны на свое отставление своих интересов, своих границах, монгольское нашествие, раз, я не беру, это самое страшное нашествие, но хочу сказать, что это, вам тут наверное лучше знать, что я так предпочитаю, что монголы оставили нам религию, она собственно говоря, потом и стементировала народы на освобождение от монгольского ига, но оно и не затронуло государство, оно в основном считается, и как все пишут, это экономическое, но огромное количество народу было потеряно, почему, потому что опять славянские народы восстали против монгольского ига, я не буду останавливаться, и собственно говоря, против Баска, против войны, которые здесь, и мы спасли опять в то время Европу, и получилось так, что мы потеряли, было на момент монгольского ига 11 миллионов населения, я считаю, я вообще считаю, что человек, это высший мир, и именно демографические потери это самые опасные потери, это самые страшные, и они практически никогда не восполнимы потери, по крайней мере, на несколько, даже тысячелетий, и вот представьте себе 11 миллионов, только ко времену Петра Первого мы это 12 век народное население восстановили, дальше опять, посмотрите, концентрируется это восток на нашу, на нашу страну, дальше концентрируется поляки, вышвыренный поляки, тут мало потерь, если длительные войны, там ушли почти 2 века, но в целом потери, но опасность была великая, опять освободительная война, опять агрессия со стороны польско-литовской, европейского пространства на нашу страну, затем выкованный, выпистыванный Наполеон, всей Европой опять, только испанцы, там, собственно, второй фронт держали, а все остальные, это второй нашестие, опять агрессивный, понимаете, и мы всегда, сейчас, это и третье, конечно, самое страшное, это нацистское нашествие по народу, населению, по гемографическому потере, и экономическому, колоссальной потере, просто немыслимой потере, поэтому, ну, если сравнить с 1812-го, году, там, смоленск, потери, смоленск, потери, Москвы таких, вот, и он шел узкой полосой, то вы представляете, что это такое нашествие гитлеровское, когда от Мурманска до Ростова все города сожжены, последний Сталинград сожжен, наши все города, и так далее, это колоссально, и плюс, мы потеря 40 миллионов народа, который мы потеряли, и почему такая плата, неимоверная за свое освобождение, я кратко не буду говорить, что германский нацизм, это был прежде всего поход всего Запада против Востока, против, считай, России, вот что такое, а Гитлер, я очень много прочитал литературу, это вскормленный вот, и по капитализму мира всего, и это порожденная необходимость концентрированных империалистических сил против всего мира, ибо Фюрлер, это война, они его поставили, они его нашли, они его выписывали, и так далее, не был бы Фюрлер, вырвали какой-нибудь другой, допустим, КС какой-нибудь, там, их 4Г было, вот, и поэтому кто-то нашелся, а Фюрлер, это война, для всей Европы, и для всего Америки, а война, это сверхприбыли, картели, монополии, банков Европы и Америки, поэтому они, акулы, и пиролизм, определили театр военных действий, это Европа, наша Россия, а затем Азия, и вектор направления, был прежде всего, направлен, в сердце нашей, родины Россия, Москву, вот, и Мюнхенское соглашение, все вы знаете, по которому подписались, руководители стран, вместе с Глиттем, это карта бланш, на поход объединенных, военно-экономических сил, всей Европы, против России, я думаю, что там помогают, банки Америки, то же самое. Поэтому, конечно, эта война, для нас была, самой страшной войной, ну, наивность Сталина, я не знаю, он хорошо читал, он хорошо прочитал, он изусть выучил Майнкап, неужели он не понимал, кому он доверился, вот, на пакте, подписывает, он право за спиной ставил, Молота подписывает, пакт Рементропа Молота, книги Майнкап пишет, Гитлер, когда мы говорим о завоевании новых семей в Европе, конечно, следует иметь в виду, в первую очередь, только Россию, эти окраины государства, ну, естественно, уже к этому времени 15-союзных республик, которые ей подчинены. Майнкап 23-й год. Что такое? И чего, не знала бы? И когда подписывают, мне говорят, вот, оттяжка, там, это, вот, пакт Рементропа Молота, секретный протокол, оттяжка войны, в 39-м году, если началась война, у Гитлера не было танковых дивизий в 38-м, одна или две танковых дивизий, у них вообще войск не было. Он сформировал вот свой военный потенциал, весь, это во время войны с Польшей, и Францией, затем Югославию, еще раз, апробировал, и так далее, и так далее. И Югославия, когда взял Гитлер, уже летом 41-го года, пришлись из Югославии в Москву, и говорят, точно, говорят, вот 22-го юная, это уже, там и Аташи, и это Югославия, и уже, там много этих наших людей, прорусских, потому что это славяне, они говорят, вот Гитлер нападет, и после этого, естественно, идут колонны из Югославии, устраиваются на территории, границы, причем, вот, пакт Риббентрорта, мол, чем страшен, немцы подошли вплотную к границам, не было буферной зоны, ну, как можно было так, что-то там делать и соображать, что выкручиться нужно, любым путем не соглашать, чтобы хотя бы не вводили, вернее, не подписывали это соглашение, чтобы в грех-то не вводить, ну, как можно, да, я понимаю только единственное, потому что Грузин Сталин, Сталин, вернее, Сталин и Грузин, они все доверяют, вот ударил по рукам, наверное, только вот это я могу объяснить, что он пролетел с этим пактом, Риббентропа Молотова пролетел, вот, с внезапностью нападения, которое стоило нам, вот, то, что я вам уговорил, вот, и посмотрите, вот, опять, цифры, которые я поднимаю, опять фальсфильные цифры, я уточняю цифры, у меня есть таблицы, все архивные документы, Российского государственного архива экономики, база у меня документов этой работы, где Старовский, это заместитель вашего земляка, Вознесенского, первый заместитель экономики, вообще, я ставлю, кто, о, Вознесенский, я ставлю, я ставлю первым на первое место, да, Сталин, железная дисциплина, но вместе с ним, это производство и прочее, это Вознесенский, второй, это Василевский генштаб, 42-й год, и третий, Ворону сказал, что мы только немцами, это командующие архиллерией, войсками артиллерии, вообще отвечал за артиллерию, войну, вот три В, они сделали все по Богу, вот кто сделал, и Вознесенский оставил на одной спине, у него был план, который Сталин не знал, план эвакуации, план, как это называется, и на второй день войны, все заводы и фабрики знали, где, в каком месте и так далее, и тому подобное, вот что такое Вознесенский, он спас, собственно говоря, имена потом говорили генералы, что мы не учитывали вот той организационной способности, Советов, когда они сумели увезти все заводы на восток, и поставить их мгновенно на производство, вот этого не очли, но это и Сталин, это и Вознесенский, это и его команда, это Поспелов, Устигнов, дальше Шверник, дальше Косыгин, Косыгин, Верия, Байбаков, это вот команда 36-летних, вот кто выиграл войну, это команда вся выписана Вознесенским, так что вот такие вот, и вот смотрите, что получается, в любой цене, 83 миллиона ставится оккупированных, ничего подобного, мне очень четко, площадь оккупированных территорий и народно-селит, в результате, 2 миллиона квадратных километров, до 42-го года, когда Сталинградская астрахань, часть Астраханской области, были оккупированы немцы, это территория 2 миллиона квадратных километров, 22 миллиона у нас было в Советском Союзе, ну это 20 миллионов за Волгой и дальше, а здесь 2, в основном 2 миллиона, на ней проживало 92,7 миллиона человек, славянского, образованного в то время, население, население, это 46% от довоенной численности всего СССР, в ваших учебниках везде пишут, СССР это 193 миллиона, любой опек, ДЭЗа, 199,7, 199,970 тысяч, почти 200 тысяч, на июнь, я достал документ, это на 39-й год, перепись, а на 41-й год население увеличилось, почему? Был демографический взрыв, мы стали жить легче, у моих 15 братьев, теток 15 дядей и тети, родилось 25 двоюродных братьев моих, которые от рождения 40-й, 42-й год, понимаете, вот что это такое, демографический взрыв, поэтому 199 миллионов, у меня есть документ, собственно говоря, который я вам потом покажу, на презентации, чтобы отдельно как раз из архива, который я достал, вот эти в смысле, мне дали пользоваться, это 46%, вот понимаете, что это такое, на стальной территории 20 миллионов квадратных километров, проживало 107 миллионов человек, но скажем так, где каждый второй был, среднеазиатские и закавказские республики, закавказские хорошо воевали, и особенно казахи хорошо воевали, и особенно хорошо воевали татары, башкиры, это профессиональные, это воины, те, которые ходили сюда, да, я не ошибаюсь, когда-то на Куликово поле, в США, поэтому провели здесь, в Павловске, собственно говоря, или нет, наверное, они потом там осели, в Золотой Орде, но тем не менее, собственно говоря, это были первоклассные воины, и поэтому, а вот те среднеазиатские, это воины, мы скажем, с вопросом, так что вот такие вот это, и довоенное население, вот в основном, это было 83,3 миллиона, это Белоруссия, Украина и Россия, вот, собственно говоря, те, которые давали нам Красную Армию, те, которые воевали, и мы так довоевали, что в 43-м году, вот я работал в 110-й дивизии, подробный национальный состав, образовательный состав, все, каждого человека выписали такие документы, собственно, по каждой дивизии есть стандартный план, форма отчетности 19, что каждый второй был из Средней Азии, 43-й год, и в февральских, вернее, в февральских наступательных боях, они уже участвовали из Средней Азии, ребята, в 110-й дивизии, затем, в летних боях 43-го года, и в каждой дивизии, которую освобождал Орловщик, где-то 1-3 было из Средней Азии. Почему? Объясняю. Славянское население мужиков было вырублено под ноль. Я хочу привести, я все время, ко мне обращаюсь, мне недавно, я все время открываю войну, мне женщину привожу на могилу, там приехали, внучка, внучка, дети ее, человека, вернее, отца, дедушка, который погиб. Она рассказывает так вот, после могилки, говорит, у нас 36 человек в Горьковской области было в классе, из 36 человек ни один мужчина не вернулся. Это в Горьковской области. Вот что это такое, то есть мы целиком, вот на заклане отдали всех своих мужиков. Да, вот из этих 40 миллионов, из 40 миллионов, 32 миллиона мужчин, 32 миллиона мужчин, призывного возраста, это 1995 года, 1925 года, мужчин. В то время мужчин было 50, ну где-то меньше даже, это из 200, это 100 миллионов, грубо говоря, ну где-то 90 миллионов, и 32. Каждый третий мужчина, это, собственно говоря, погиб на фронте, не вернулся домой. Вот что, кое плата, собственно говоря, за войну. И поэтому там страшно, демографический перекос был. Я не буду приводить пример, когда я нашел такие документы, когда по Крамскому району в 47-м году соотношение мужчин и женщин нашего, это тоже самое страшное.